Добрый день, друзья! Мы продолжаем читать книжку Агнии Барто. «Дело было в январе» называется эта книга. Вот теперь и стихотворение тоже так же называется. «Дело было в январе». «Дело было в январе. Стояла ёлка на горе, А возле этой ёлки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой, Когда в лесу так тихо, Встречают волка под горой Зайчиха, зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасся в лапы волку? Зайчата бросились вперёд и прыгнули на ёлку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. Десять маленьких зайчат висят на ёлке и молчат. Обманули волка. Дело было в январе. Подумал он, что на горе украшена ёлка. Вот смотрите, как зайчатки взяли и спрятались на ёлку. А волк подумал, что это такие игрушки, Потому что Новый год и всегда украшают ёлку игрушками. И тут снеговик стоит тоже. Давайте посмотрим, какое у нас следующее стеотворение. Сторож. Ух ты, какой сторож! Смотрите, с ружьём сидит, охраняет. Тут запор. Сторож называется стеотворение. Сидеть надоело мне. Лапы сложа. Я очень хотел бы пойти в сторожа. Висит объявление у наших ворот. Собака нужна сторожить огород. Ты меня знаешь, я храбрый щенок. Появится кошка, собью её с ног. Я тявкать умею, умею рычать. Умею своих от чужих отличать. Котята боятся меня, как огня. Скажи мне по совести, примут меня? Смотрите, какой щенок. Он решил поработать сторожем. На всех будет бросаться. Все котята его боятся. Кто на дерево залезет. Смотрите, здесь и здесь у нас. И тут кот испугался. И даже женщину одну испугал. У неё туфелька упала. Давайте вместе посчитаем, сколько здесь у нас кошечек. Один, два, три. Это вообще очень высоко поднялась, спряталась. Вот какой щенок. Следующее у нас стихотворение про фонарик. Мне не скучно без огня. Есть фонарик у меня. На него посмотришь в нём. Ничего не видно в нём. А посмотришь вечерком. Он с зелёным огоньком. Это в баночке с травой. Светлячок сидит живой. Смотрите, мальчик. В банку положил травку. Поймал светлячка. Положил в банку. Днём он не светится. Но ночью в темноте он начинает светиться. И вот такой фонарик получился. Следующее стихотворение про раковину. Я раковину эту в коробке берегу. Она лежала раньше в песке на берегу. Мой дедушка с Кавказа привёз её с собой. Её приложишь к уху? А в ней шумит прибой. И ветер гонит волны. И в комнате у нас мы можем слушать море. Как будто здесь Кавказ. Смотрите, какое красивое море нарисовано. Много разноцветных рыбок здесь плавают. Русалка и кораблик на волнах. Что же у нас дальше идёт? Девочка-рёбушка. Ого! Вот это уже не очень хорошо. Что за вой, что за рёв? Там не стадо ли коров? Нет, там не коровушка. Это Ганя-рёвушка. Плачет, заливается. Платнем утирается. У-у-у! Вышло рёва на крыльцо. Рёва сморщило лицо. Никуда я не пойду. Мне не нравится в саду. У-у-у! Вот вернулась Ганя в дом. Слёзы катятся ручьём. Ой, пойду обратно. Дома неприятно. Смотрите, как некрасиво, когда кто-то плачет. Даже все коровушки глаза открыли. Думают, что случилось? Какая некрасивая девочка, когда она плачет. Дали Ганне молока. Эта кружка велика. В этой не могу я. Дайте мне другую. У-у-у! Дали рёвушке в другой. Рёва топнула ногой. В этой не желаю. Лучше дайте чаю. А-а-а! Смотрите, одна кружка, вторая, третья. А эту вообще разбила. Ну и рёвушка. Уложили Ганю спать. Плачет рёвушка опять. Ой, не буду спать я. Ой, наденьте платье. У-у-у! Смотрите, даже все игрушки отвернулись от неё. Ну и рёвушка. Тут сбежался народ, чтоб узнать, кто ревёт, кто всё время плачет. Что всё это значит? Видят, девочка стоит. Очень странная на вид. Нос распух, как свекла. Платье всё промокло. Что ты плачешь, рёвушка? Рёвушка, коровушка. На тебе не сырости. Плесень может. На тебе от сырости плесень может вырасти. Смотрите, как ревёт. Даже такой ручей побежал от слёз. А здесь у нас про девочку чумазую. Девочка чумазая. Ах ты, девочка чумазая. Где ты руки так измазала? Чёрные ладошки на локтях, дорожки. Я на солнышке лежала, руки кверху держала. Вот они и загорели. Смотрите, какая девочка вся измазалась в грязи, в песке. Но схитрила. Сказала, что это она загорела так. Ах ты, девочка чумазая. Где ты носик так измазала? Кончик носа чёрный, будто закопчёный. Я на солнышке лежала. Носик нос я кверху держала. Вот он и загорел. Ах ты, девочка чумазая. Ноги в полосы измазаны. Не девочка, а зебра. Ноги, как у негра. Я на солнышке лежала. Пятки кверху я держала. Вот они и загорели. Смотрите, какая девочка, да? Грязнулька. Ой, летакли. Так летело было. Отмоем всё до капли. Ну-ка дайте мыло. Мы её ототрём. Громко девочка кричала, как увидела мочалку. Царапалась, как кошка. Не трогайте ладошки. Они не будут белые. Они же загорелые. А ладошки-то отмылись. Оттирали губкой нос. Виделось до слёз. Ой, мой бедный носик. Он мыло не выносит. Он не будет белый. Он же загорелый. А носик тоже отмылся. Смотрите, ручки стали чистые. И носик. И все игрушки обрадовались, заулыбались. Даже мышка полотенце принесла. А здесь, смотрите, поросёнок принёс щётку и мочалку, чтоб отмыть грязнулю. Всем даже игрушкам нравятся чистые дети. Отмыли полосы, кричали громким голосом. Ой, боюсь щекотки, уберите щётки. Не буду. Пятки белые. Они же загорелые. А пятки тоже отмылись. Вот теперь ты белая, ничуть не загорелая. Это была грязь. Видите, как девочка не хотела, чтоб ни пятки, ни носик, ни ручки ничего ей не мыли. Но когда её вымыли, она стала очень красивая. И все игрушки стали с ней играть, потому что она чистая и красивая. Всего вам доброго. А дальше мы будем читать «Я выросла» следующие стихи. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец и жду ваших комментариев. До свидания!